12-13 октября конференция будет посвящена вопросам психосоциальной реабилитации В основном пострадавших и временно перемещенных лиц из зоны АТО Прежде всего, главным образом детей, но и не только, и членов семьи, и взрослых участников антитеррористической операции Конференция будет проходить традиционно на базе ЭКО-парка Потому что сама программа реабилитации осуществляется силами сотрудников центра, который фундирован на базе ЭКО-парка Основной задачей этой конференции является очередной этап обобщения опыта, осмысление и дальнейшее развитие самих программ В том числе планируется, опять-таки, ставшее уже традиционным обсуждение полученных результатов с нашими зарубежными коллегами Из Польши, Германии, Израиля, некоторых других европейских стран И, конечно, со специалистами как Харьковской области, так и всей Украины Практически все регионы представлены А поделиться и обсудить есть что, потому что получены достаточно впечатляющие и, я бы сказал, оптимистические результаты для дальнейшего развития этого направления Имеется уже длительный опыт у наших зарубежных, в частности, коллег По использованию в лечебных, реабилитационных целях отдельных компонентов, природных факторов Но я должен сказать, что именно в Харькове создали концепцию экотерапии То есть комплекса лечебных, реабилитационных, восстановительных и развивающих мероприятий Который основан на погружении человека в природную среду обитания Такая целостная концепция использования природных факторов Как чисто природных, так и определенным образом сформированных Что как раз и позволяет сделать экопар Это впервые в Харькове создана и действующая модель И, должен сказать, что наши зарубежные коллеги с большим интересом к этому относятся И одной, опять-таки, из задач конференции является и возможность ознакомления Профессиональной общественности Украины и зарубежной с нашим опытом И тиражирование этого опыта То есть создание в регионах Украины, конечно, там, где это позволяют ресурсы Так и за рубежом моделей, основанных на погружении человека в природную среду обитания Пребывание в которой человека позволяет восстановить ему жизненный, физический, психологический, психический и моральный ресурс В структуре экотерапии главная составляющая зо- или анималотерапия Это контакт с животными с лечебной, с терапевтической целью Это крупнокопытные животные, традиционная ипотерапия Есть для этого все условия Тренеры, специалисты в области ипотерапии Дифференцированные лошадки по той проблематике, которой мы имеем дело Контакт с средними животными, контакт с мелкими животными И, ну я бы сказал, эстетотерапия, которую мы используем уже при пассивно-созерцательном контакте с птицами Это и зрительный, слуховой анализатор и так далее Ландшафт терапия — это перемещение из одной зоны парков в другую, которая специальным образом модифицирована в виде, так сказать, горизонтальных поверхностей, горок Элементами специфического эстетического оформления этих зон Песочная терапия, предложенная в свое время еще Карлом Юнгом И другие виды терапии творческим самовыражением Где дети и, кстати говоря, и взрослые имеют возможность в свободной форме выражать свой внутренний мир Элементы ролевого разыгрывания для, опять-таки, младших детишек с большим компонентом Игрового варианта для более взрослых контингентов ролевого варианта Определенные зонирования, где человек проводит контакт с участками, ну, будем говорить так, может, не совсем профессиональным языком Нетронутой природной среды Вок, терапия ходьбой Элементы лечебной ходьбы и дорожки, теренкуры проложены Это тоже компонент Но здесь имеется в виду, опять-таки, пассивно-созерцательное погружение человека в природную атмосферу И комплекс психотерапевтический, который содержит индивидуальную групповую психотерапию Самое главное, чего мы ожидаем от этой конференции Это дальнейшее развитие этого нового направления, которое вот создано в Харькове Экотерапией Это наша принципиальная позиция И мы считаем, что за экотерапией большое-большое будущее Редактор субтитров А.Семкин